Человек в военной форме доверять или опасаться. Согласно свежему опросу Института Горшенина, при виде украинского военного 41% харьковчан испытывает уважение. Второе по частоте упоминания чувство – жалость. В ней признался каждый пятый. А вот чувство доверия мужчины в камуфляже и с шевронами вооруженных сил Украины вызывают почти у каждого шестого. А армия есть армия. Это настоящие мужчины, это защитники, это люди, любящие и страну, и детей, и маму, и сестру, и брата. Мне кажется, на данный момент они являются опорой государства, то есть защитой, истиной. И поэтому уважение, наверное. Наше такое сложное время, я считаю, необходимостью, поэтому ничего плохого в этом не вижу. С одной стороны, я с большим уважением отношусь к мальчикам, которые сейчас носят форму украинской армии, а с другой стороны, я им искренне сочувствую за то, что они вынуждены выполнять зачастую приказы, которые не соответствуют чести и достоинству офицера. Никаких. Пока. Потому что, ну как, во мне живет еще та советская система, и она с этой системой, ну никак не связывается, потому что, ну, у людей нет взгляда. За последний год харьковчане стали больше доверять армии, отмечают социологи. В этом чувстве признался каждый второй опрошенный. Раньше таким уровнем доверия могла похвастаться разве что церковь. Харьковчане стали больше доверять украинской армии. Это по сравнению с 2010 годом у нас был аналогичный вопрос. И мы сравнили эти данные. Так, больше половины, 52 процента в той или иной степени доверяют армии. И так как в 2010 году 59 процентов не доверяли армии тоже в той или иной степени, а на сегодняшний день таких чуть более третий опрошены. Доверяют армии, чего не скажешь о военкомах, которые выходят на сафари за потенциальными мобилизованными. Против вручения повесток на улице харьковчане высказались почти единогласно. Доброволец 92-й отдельно механизированной бригады и сам юрист по образованию Леонид Маслов в зоне АТО служит уже почти год. Признается, когда впервые услышал о таких методах подготовки смены и пополнения рядов вооруженных сил, подумал о намеренном очернении украинской армии. Этими действиями военкомов, на которых в свою очередь давят сверху невыполнимыми планами, Леонид Маслов объясняет то, что харьковчане не одобряют мобилизацию в зону АТО. В этом призналось почти 72 процента опрошенных. Военный отмечает, среди людей нужно проводить разъяснительную работу, объяснять, что никого не подготовленным на линию фронта не отправляют. Если человек категорически не хочет служить в зоне АТО, он может попросить исполнять другие обязанности в тылу. Слово мобилизація вызывает асоциации исключительно негативные и насильные действия с боку недолугих наших военкомов. И мы очень хотим, чтобы нас заменили не те люди, которые хопили в троллейбусе, автобусе или трамвае на улице какие-то покидки, а на самом деле те, кто хочет защищать свою отчизну. Это не пустий звук, потому что люди, которые не хотят защищать отчизну, они не будут этого делать. Они не, они плохие нам помечники. В данной ситуации мы должны научиться уважать чувство других людей. И тогда повестки не будут вручаться на улицах. Хотя мне кажется, что здесь не только вопрос к тем, кто не хочет идти служить, но и к тому, какие требования предъявляются для тех, кто призывает на службу в армию. И их права тоже должны быть защищены, потому что понятие плана, призыва, все об этом говорят. Мне кажется, все-таки нужно поступать правильно. И если вручать повестки, то вручать их надо. Если это чисто мое субъективное мнение. Кто-то хочет сам идти в армию, кого-то нужно призывать. Но для того, чтобы призывать в армию, наверное, надо провести какие-то патриотические уроки, и вложить человеку какие-нибудь хорошие знания, и что он может, и что он должен. Большинство жителей первой столицы, около 72%, описывают состояние украинской армии как плохое. А вот и волонтеры такого пессимизма не разделяют. Ну, то, что касается состояния украинской армии, я не могу сказать, что на сегодняшний день оно скорее плохое, чем хорошее. У меня нет такого впечатления. Я вижу нашу армию и то, как она развивается уже полтора года. Я помню состояние воинской части, в частности, 92-й бригады, состояние на март прошлого года, 2014 года. Сейчас это уже другая армия. Но процесс не завершен. В целом, украинские защитники могут рассчитывать на помощь харьковчан. Помочь армии в той или иной ситуации согласны большинство жителей первой столицы, отмечают социологи. Всевозможные средства защиты для тех же хирургов, врачей, какие-то медикаменты, в которых остро нуждается и наш харьковский госпиталь. Женщины, да и не только женщины, но и отцы, стремятся поддержать своих детей любым доступным способом. Ну чем мы можем поддержать? Мягко говоря, все поддерживают, потому что налог же снимается со всех. Уже поддержатся. А с той зарплатой, которую люди получают, извините, это даже много. То есть с этим уровнем жизни совсем на свете. Вот вы в какой ситуации готовы бы чем-то помочь? В какой ситуации? Я готов защитить свой родной город. Если понадобится, то я пойду защищать его. Вот, тоже такое же. Тех же, кто помогать украинской армии не будет ни при каких обстоятельствах, в Харькове меньше одной пятой. Алена Сорока, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова